Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Даша, и это необычное видео для меня. Я впервые в руках держу журнал с готовыми выкриками российского производства. Это достаточно необычно, во-первых, потому что, мне кажется, это единственный журнал с выкриками, который есть в России. Во-вторых, я ни разу по нему не шила, и у меня не было еще ни одного журнала. Ну что ж, будем исправляться. И у меня в руках журнал «Я шью» женская коллекция, седьмой журнал 2021 года. Это журнал, который можно купить, в принципе, в любое время года на маркетплейсах, в различных магазинах с тканями. То есть, это не журнал, выходящий раз в месяц или раз в сезон. Это журнал, который можно купить всегда. Под видео я прикреплю ссылку, где вы можете приобрести этот журнал, если вам он понравится. Давайте скорее листать. Мне очень интересно. Я уже, честно говоря, вчера полистала. Мне очень интересно с вами поделиться своим мнением. Получив этот журнал, распечатала, разорвала упаковку, к которому он идет. И очень сначала расстроилась, потому что подумала, а куда я буду складывать. Журнал идет отдельно от комплектов выкроек. Я подумала, что это не очень будет удобно так хранить. Затем я разорвала этот пакетик. И каково было мое удивление, что как только я открыла журнал, я обнаружила здесь специальный файл для журнала и для выкроек. Это очень круто. Я очень порадовалась этому девайсу, который нашла. Круто, что создатели это продумали. В общем-то, журнал сам выглядит очень красиво. У него качественная такая обложка, глянцевая, двухсторонняя. Здесь есть различные QR-коды, по которым вы можете отслеживать информацию о журнале в различных социальных сетях. Лекала, представленные в этом журнале, в градации находится рост 162-166 см. То есть, это стандартный рост среднестатистической российской женщины, так скажем. Насколько я знаю, среднестатистический рост российской женщины 164 см. Кстати, Zara, по-моему, отшивает на 170 см рост. Но в остальном, в основном, в российские бренды шьют на рост 164 см. И как же мне повезло, я как раз-таки стандартного роста 164 см. Размерный ряд идет от 42 до 60 см. Это российский размер. И здесь есть уточнение, что некоторые модели, вот тут внизу прописано, что некоторые модели идут там до какого-то другого размера. Например, там вот платье-шиповник идет от 42 до 52. То есть, на это тоже нужно обратить внимание. Надо отметить, что журнал выполнен супер качественно. У него плотные такие красивые листы внутри, матовые и глянцевая обложка, тоже очень плотненькая, такая прям очень приятная. Мне, как бывшему журналисту, очень приятно в руках держать такое здание. Знаете, здесь все как у обычного журнала. Слово редакции, кто участвовал в процессе создания выкройка журнала конкретно. Куда можно обратиться по электронной почте, например, если есть какие-то вопросы. Дата выхода, кстати, конкретно этого журнала 27 ноября 2021 год и количество экземпляров, то есть тираж 30 тысяч. Здесь представлены все модели. Парад моделей, прямо на первой страничке. Весь журнал будет вот с этой моделью. Я вчера читала, здесь очень специфическое описание, то есть если вы, например, в каком-то другом журнале читаете что-то про модель, то здесь описаны ощущения женщины от того, что на ней надето. Я не знаю, как это делается. Модель надевает изделие, ей их отдают, или модель надевает изделие впервые и описывает свои чувства. Честно говоря, я не знаю. Мне было бы, наверное, более понятно, если бы шло еще какое-то описание конкретно модели, какое-то небольшое. Они, в принципе, эти описания есть в конце под каждой моделью, но мне бы, наверное, хотелось, вот листая журнал, еще что-то видеть. Например, хотя бы то, что это трикотажный комбинезон, или это платье из вискозы с рукавом реглантом, или еще что-то. Ну, конечно, я по техническому рисунку могу сообразить, что здесь есть рукав реглан, но, тем не менее, вот что-то такое у меня в голове почему-то присутствует, что мне нужно какое-то небольшое описание модели иметь. Ну, в принципе, в целом, все и так понятно по техническому рисунку, по крайней мере, мне понятно. Начинается все с платья. Вообще, в целом, я могу сказать, что первое ощущение от всех моделей очень классические, такие, знаете, базовые, я бы сказала. То есть, это не ультрамодные выкрики, которые, купив журнал через год, вы сошьете и будете не в тренде. Нет, здесь выкрики, которые, в принципе, достаточно носибельного кроя. Зачастую женщины предпочитают такие изделия. И я могу это понять, ведь журналы выпускаются не раз в месяц, да, и не приуроченные там какому-то сезону. Они их продают постоянно, и постоянно эти изделия должны быть актуальны. И что тогда можно предложить девушкам, женщинам шить? Получается что-то базовое и что-то такое очень понятное, понятного кроя. Например, платье рябина, платье рубашечного кроя, у него рука фреглан. Платье прилегающего кроя, то есть, точно такое женственное. Мне кажется, такое платье отлично бы вписалось в офисный гардероб и очень подходит таким прям женственным девушкам, как, например, модель. У нее, кстати, 46 размер, что тоже очень приятно, что не только худенькие там, да, модели 40-42 размера представлены на главных фотографиях, а вот реальные женщины, то есть, ну, зачастую мы все выглядим вот так. Какую-то жизнь я вижу в этих фотографиях. Здесь также представлено это платье с различными верхними одеждами, что тоже круто, потому что иногда не можешь себе представить, как будет выглядеть женственное платье, когда вы идете в пуховике. И вот здесь представлено платье с пуховиком и платье с блейзером. И оба этих изделия верхней группы будут присутствовать в журнале, то есть, здесь вы не найдете других сторонних каких-то изделий, вы можете сшить себе полноценную капсулу на осенне-весенний период. Платье имеет застежку на планку, средний шов спинки, манжеты по низу рукава, отложной воротничок и длины она такой ниже колена. Еще представлена блузка тоже простого силуэта, небольшой такой расширенный в лодочку горловиной. Длины плеча находятся на естественной плечевой точке, рукав более свободный и он имеет складку по низу и такую интересную широкую манжету, немножечко такую раскрешенную. Манжета еще и на пуговку застегивается. Изделие очень простого прямого такого кроя, поэтому оно в принципе будет сочетаться с очень многими изделиями. Тут так и написано, что это очень базовая такая блузка. Рекомендуется к ней шелковые, вискозные, легкие, плательные ткани. Застегивается блузка на пуговку в среднем шве спинки. Дополнена блузка брюками на заглавной фотографии, но на самом деле здесь можно рассмотреть различные варианты, если вы сошьете юбку и жилет, вот тут есть и юбка с жилетом, и с блейзером, и с пуховиком. То есть тут наглядно показаны вариации, как можно это все вместе с собой носить. Блузка называлась липа и брюки называются кипарис. Они такого глубокого изумрудного цвета. Брюки напоминающие палаццо, свободного кроя, большого объема. Они имеют две заложенные складки по линии талии, карманы в боковых швах, приточной пояс и стрелки заутюжные. Мне нравится, когда такие брюки мягкие без стрелки. Но это уже дело вкуса, потому что со стрелкой они выглядят более такими офисными, наверное, да, более такими собранными, классическими. А если исполнить из мягкой ткани и без стрелки более такими не спадающими, то это будет более casual такой стиль. Наверное, больше в моем вкусе. Мне нравится, что здесь исполнили брюки из яркой ткани. На самом деле сейчас это очень актуально. И мне кажется, такие брюки я бы дополнила каким-нибудь коротким топом. А что-то такое вот надела бы, было бы больше в моем стиле. Но опять же, вариант, представленный в журнале, очень носибельный. Особенно если вы любите что-то такое более casual, классическое. Следующая блузка Сакура уже более в таком расслабленном силуэте. И мне нравится тоже, как она сочетается тут с различными изделиями. Конкретно мне понравилось с брюками палаца, блейзером и шапкой. Вот это прям вообще мой вариант. Я бы так носила точно. Блузка очень свободная, прямого кроя, без нагрудных выточек. С лодочкой видной горловиной, приспущенной линии плеча и рукав рубашечного кроя очень такой свободный. Длиной чуть ниже локтя. И по низу рукав заужается с помощью нитки резинки. Длина его изделия чуть выше бедра и низ фигурно оформлены так вот овалом. Здесь мы видим сочетание с классической такой юбкой. Юбка Ива с имитацией запаха. Юбка имеет такой расклешенный трапециевидный силуэт за счет вот этой имитации запаха. На самом деле это не запах, а складка. Юбка длинной меди на приточном поясе, талевыми выточками и застежкой молнии в боковом шве. Такая юбка исполняется из костюмной ткани средней плотности. Ткань должна держать форму. Я бы исполнила эту юбку в каком-то цветном варианте. Мне прям хочется цвета. Она достаточно такого спокойного кроя и хочется ее как-то вот выделить. Мне кажется, юбка из яркой ткани смотрелась бы еще лучше. Мне очень понравился следующий блейзер. Это по сути полупальто такое, либо это жакет, исполняется из пальтовой ткани. Это однобортный блейзер большого объема. Его можно носить и с свитшотом, и с какими-то свитерами. Он на это как раз таки и нацелен, чтобы его носить поверх каких-то объемных изделий. Поэтому сделан таким вот достаточно объемным. Блейзер прямого силуэта с отлаженным воротничком и лацканом. Здесь приспущена линия плеча. Это, кстати, куда проще сшить, чем вточной рукав простой. Поэтому, если у вас небольшой опыт по шиве, то вы все равно справитесь с этим изделием. Хотя здесь 5 звездочек сложности, но все равно думаю, что у вас не возникнет много проблем. Блейзер идет длиной до линии бедер и полностью закрывается подкладкой. Также здесь еще есть карманы с клапаном. Рельефные швы. Рельефные швы, я так полагаю, прячется выточка талевая. Хотя она, конечно, здесь незначительная. Но и рукав здесь тоже двухшовный, хотя он такой достаточно объемный. Заужается только немножко к низу. Мне нравится, что блейзер здесь цветной. И он очень классно сочетается с зелеными изделиями и с бежевым. Ну, видите, да, несмотря на то, что изделие исполнено из яркой достаточно такой ткани, оно все равно классно сочетается с другими цветными изделиями. Мне этот эффект очень нравится. Выкрик о бейсболке также идет в журнале. Я, на самом деле, прям удивлена. То есть, реально можно сшить бейсболку самой, своими руками. Тут будет две таких выкрикальных аксессуаров. Это вот бейсболка и сумка. Кстати, вот здесь я заметила бейсболка. Сумка выполнена, я так понимаю, из одной ткани. Бейсболка выполняется на подкладке. Стуль есть шести клиньев. И сзади даже имеется застежка, регулирующая объем бейсболки. Потому что размер у бейсболки 1 на 56 метров. Это обхват головы. На самом деле, вам потребуется только ткань, расходные остальные материалы, такие же, как при шитье и козырек. Вот единственное, что я не знаю, где найти козырек. А так вообще очень крутая идея сшить себе бейсболку. Далее представлено достаточно такое универсальное платье, но очень простого кроя. Лодочка видна такой горловиной. Сзади это глубокий V-образный вырез. Платье по переду такое простое, прямое, с нагрудными выточками. А сзади имеется прилегание по талии, достигающееся с помощью эластичной тесьмы. И по низу изделия имеет платье разрез, в среднем шве спинки. Здесь предлагается различная вообще вариация ношения такого платья. Например, если просто одно платье, это вечерний образ, там, с какими-то лодочками, с фарами. Даже в пуховике это выглядит все тоже очень красиво, здесь показано. Плюс еще это можно с блузкой надеть. Либо вот мой вариант, например, это вот с худи, с блейзером. Такое, наверное, это больше для меня. Платье выполняется из плательных тканей, либо тонких костюмных тканей. Это может быть и атласный вариант изделия. Это может быть и шелковое платье, и искусственный шелк. Кстати, здесь можно предпочесть принтованную ткань, потому что у платья достаточно простой силуэт. Мой личный фаворит этого журнала это жилет-каштан. Я давно хотела похожее изделие, и я придумала, что я точно буду шить. У жилеток достаточно глубокий V-образный вырез, обработанный кашкарсе. И срезы проймы по низу изделия, жилет тоже обработан кашкарсе. Единственное, что мне хочется, наверное, и с глубоким V-образным вырезом сделать, и с горловиной круглой. Мне нравятся жилетки, такие круглые горловины, чуть более укороченные, которые можно надеть поверх платья. Например, какие-то цветные жилетки отлично будут сочетаться с платьями длины миди или длины даже макси. И это может служить как отдельным слоем утепления в весенний-осенний период. Например, когда еще не супер жарко для платья одного тоненького, то можно надеть жилетку. И исполняется эта жилетка из трикотажа. В трикотаже предлагается выбрать более плотный трикотаж. Например, трехнитку, трехнитку с начесом. Это может быть прям очень теплый жилет, трехнитка с начесом. Но в варианте журнала исполнен жилет из футера двухнитки. То есть даже из футера двухнитки жилет тоже будет сидеть хорошо. Я склоняюсь к тому, что лучше его сшить либо из двухнитки, либо из трехнитки. Все-таки трехнитка с начесом, это будет супер жарко. Это даже зимой очень тепло, а весной и осенью это будет жарко. И еще один аксессуар представлен, это сумка олива. Вполняется из стеганых тканей. Ну, достаточно такая универсальная сумка. Большая, свободная, что туда накидать. И смотрится она хорошо вместе с брюками, например, мне нравится, или с бейсболкой. Следующее изделие меня тоже очень заинтересовало. Это пуховик кокос. На самом деле очень крутая модель и очень универсальная. Это пуховик достаточно большого объема. И тем не менее, здесь вот мы видим, что он сочетается хорошо и с платьями, и с брюками классического кроя, и с спортивными изделиями. В общем-то, такой достаточно универсальный пуховик, который застегивается на молнию. Он утепляется не только полотном утеплителем, но еще и набивается лебяжим пухом. Также имеются прорезные карманы, широкий воротничок-стойка, капюшон. В общем-то, очень такой, ну, с виду очень теплый вариант пуховика. Пуховик имеет силуэт кокон, длина ниже колена, внутри имеет ветрозащитную планку. Линия плеча здесь приспущена, и рукав имеет рубашечный крой. Следующие два изделия мне тоже очень понравились. Универсальные эти два изделия, это спортивные брюки пекан и худи миндаль. И худи, и брюки здесь не такого сильного объема, поэтому мне, наверное, понравился этот костюм. Брюки выглядят вообще как такие джоггеры, но такого, малого объема. И как раз-таки похожие брюки я бы себе хотела сшить. Я думаю, что вот мы этим и займемся на канале. Я, наверное, буду сшить спортивные брюки пекан и сравню их с джоггерами, которые я уже сшила, и они оказались супер большого объема, и мне хотелось еще что-то более прилегающее. И вот я смотрю, что с худи миндаль отлично все сочетается. Хотя, конечно, худи достаточно простого, такого, я бы сказала, привычного кроя. Такое слегка О-образное. За счет манжеты по низу здесь имеется карман спереди, накладной, приспущенное плечо, рубашечный рукав и, собственно, капюшон с шнурком. Мне нравится это изделие, оно смотрится гармонично вместе с брюками, и классно смотрится, кстати, с юбкой. Мне тут очень понравился образ с юбкой и с брюками палаццо. Еще мне очень понравился комбинезон, и я тоже загорелась его себе сшить. Сейчас комбинезоны в тренде. Если вдруг вы смотрели мое видео о трендах, то вы знаете. А если нет, то переходите по ссылке и узнаете, что комбинезоны сейчас в тренде. Ну, сейчас в тренде более такого прилегающего фасона комбинезоны, но в то же время здесь мне нравится, что комбинезон притален. У него читается силуэт, и модель тут выглядит очень прям такой стройной, высокой. Мне нравится, что этот комбинезон и в спортивном стиле можно использовать, и в casual стиле. Очень красиво он смотрится. Мне он слегка напоминает комбинезоны с 2000-х, и поэтому, мне кажется, он будет актуален в ближайшее время. Кстати, я вот думала, из чего он сшит. Я оставила на трикотаж, и на самом деле здесь можно его сшить как из трикотажа, так и из ткани. В рекомендуемых материалах заявлены джерси и костюмной ткани с эластаном. Я бы сшила из джерси. Ну, такое ощущение, что здесь еще и кашкорсе использовали, хотя я вот не вижу, что здесь дан расход на кашкорсе. Нет, только на комбинезон. На комбинезон, кстати, уйдет от 2 метра 30 сантиметров до 3 метров. Это при самом большом размере, ширине полтора метра. У меня как раз-таки есть, по-моему, 3 метра джерси голубого, и вот как раз-таки, мне кажется, будет отлично смотреться джерси в этом костюме. Костюм полуприлегающего силуэта, умеренного объема, он с широкими брюками прямыми, что тоже мне очень нравится. Смотрится красиво, они не сильно широкие. Кстати, перед имеет членения такие, типа как рельефных швов, и вполне себе можно, например, делать из разных материалов эту деталь, какой-то колор-блок использовать тоже будет, мне кажется, хорошо. Рукав здесь такой свободный, и заканчивается он манжетой. Мне все-таки кажется, что нужно здесь кашкарсе, потому что и воротничок стойк обработан каким-то другим материалом, похожим на кашкарсе, и по низу рукава мы видим тоже вот манжеты, и также еще и пояс обработан тоже кашкарсе, потому что пояс тут видно, что сильно прилегает. И мне еще нравится, что рядом с молнией деталь на поясе имеет тоже такие деления. Это здорово, потому что в толщениях пояса, когда там находится и резинка, и, например, ткань, и все такое, еще и молнию притачиваете, очень бывает сложно обработать этот участок. А здесь, видимо, для этого придумали вот такую вот интересную вставку. Очень нравится мне эта модель, и я очень хочу ее шить. И последняя модель здесь, это как раз-таки праздничное платье, которое вот можно надеть на выход. Здесь реально есть модели на все случаи жизни. И платье, оно такое очень женственное, очень такое вот прям праздничное-праздничное, асимметричного кроя с одним рукавом. Платье по конструкции напоминает платье-футляр отрезной полиниталии. Юбка у него такая простая, как карандаш, но не слишком узкая. Но в среднем шве спинки юбка имеет шлицу для удобства хождения, потому что юбка все-таки длиной ниже линии колен. Платье на самом деле самый сок в лифе. Лиф такой идет на одно плечо. С одной стороны это оголенное плечо со скошной такой деталью, а с другой стороны мы видим длинный вточной рукав. У платья присутствуют асимметричные рельефы и эпатичный разрез. В одном из рельефов декоративная щель. Платье, так как оно узкое, оно застегивается на молнию в боковом шве. Платье называется шиповник, кстати, что тоже очень красиво. Мне нравится, как оно сочетается с блейзером больше всего, прям очень-очень красиво. Далее в журнале вы найдете инструкции, конечно, каждой модели описания. Также вот к некоторым моделям вы найдете QR-код на видеоинструкции к выкройке. В общем-то подробную печатную инструкцию, как сшить это изделие. А еще вот тут в конце очень милый анонс про будущие журналы. Вот этот журнал у меня уже есть, спецвыпуск «Мама и малыш». И я его в следующем видео вам покажу. Он мне очень понравился. Если вам актуально, обязательно смотрите следующий обзор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, шили ли вы по журналу «Я шью», что шили. Мне очень интересно почитать ваши отзывы. Также обязательно напишите, если вам это видео понравилось. И по традициям напишите, что именно в журнале вам лично больше всего понравилось. Я бы, наверное, выделила для себя костюм, жилет и джогеры. Это то, что я хочу шить в ближайшее время. Обязательно пишите в комментариях, если снимать для вас видео, что я буду шить из-за этого. Я напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, вдруг вы не подписаны. Это большое упущение. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики. Еще у меня есть инстаграм, поэтому на него тоже подписывайтесь. Ссылку вы найдете в описании. А мы увидимся с вами очень скоро. Я всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok